В эфире программа Интерда. Здравствуйте. В прошлый раз мы уже приступили к знакомству с этапами возврата подоходного налога за лечение и за обучение. Но все оказалось не так-то просто, поэтому сегодня мы продолжим. А еще поговорим о том, где можно встретить человека без штанов. Напоминаю, мы начали в прошлой программе заполнять декларацию о доходах. Все это для того, чтобы вернуть свой подоходный налог за учебу, за лечение. Но для этого мы зашли на сайт госуслуги.ру, вошли в личный кабинет, нажали на кнопку «Добавить услугу». Нашли кнопку «Подача налоговой декларации». Там мы ознакомились с этапами. Щелкнули на кнопку «Получить услугу», скачали программу для заполнения декларации физическим лицом за 2010 год, установили программу и даже внесли свои сведения о доходах, о себе и о том, за какую сумму мы хотим возместить налог. Сохранили декларацию на рабочем столе в папке «Декларации». Ну, это если коротко. Ну, а если требуется еще раз пройти эти этапы, то лучше зайти на сайт 35media.ru и там еще раз посмотреть передачу в разделе «Провинция РН. Видеоархив программы Интерда». А нам пора идти дальше. Запускаем скачанную программу «Декларация 2010. Ярлычок на рабочем столе». Нажимаем на пункт меню «Файл» — это в самом верху открывшегося окна. Далее выбираем «Открыть» и находим ту самую папку, куда мы сохраняли в прошлый раз декларацию. На всякий случай проверяем, чтобы все сведения были внесены. Теперь щелкаем по кнопке «Файл XML» на латинице. После этого выбираем вновь место, куда хотим сохранить новый файл. Если посмотреть, то название — это набор букв и цифр. Но на этом еще не все. Сформированную декларацию нужно еще и распечатать. Для этого щелкаем по кнопке «Печать». В случае, если дома нет принтера, то придется скопировать файл декларации на флешку и идти к знакомым. Допустим, что нам удалось распечатать декларацию. Экспорт прошел успешно. Что же теперь делать? Возвращаемся на сайт госуслуги.ру. Еще раз напомню, что обязательно нужно войти в личный кабинет. Вновь нажимаем кнопку «Добавить услугу». Далее «Подача налоговой декларации», ну а после «Получить услугу». Не забываем щелкнуть внизу по галочке, что мы согласны предоставить свои личные данные и делаем это добровольно. Нажимаем на кнопку «Далее». Код налогового органа в Череповце – это 3528. Ну, уточнить можно на ИНН. Загружаем декларацию. Это тот самый файл, который мы сегодня сформировали. Сохраненный в прошлой передаче. Сюда на сайт не будет принят. Сайт заругается и попросит файл формата XML. Тот самый, который сегодня мы и сделали. Остается нажать на кнопку «Подать декларацию». Если все сделали правильно, то появится надпись «Ваша заявка отправлена в налоговый орган» – уникальный номер вашей заявки. И огромное число. Этот номер необходимо будет выписать на листочек, потому как он понадобится непосредственно в налоговой инспекции, куда придется идти ножками, чтобы отдать распечатанную декларацию вместе со справками и договорами. Если в данный момент под рукой не оказалась листочка, чтобы записать этот номер, не стоит расстраиваться. В списке поданных заявлений в личном кабинете эту декларацию мы с легкостью найдем. Нажимаем на свою фамилию вверху. Находим кнопку «Мои заявки». Смотрим статус «Отправлено в инспекцию». Вернемся к коду налоговой инспекции. Если сомнения все же есть, а может быть просто нет понимания, а где находится инспекция, в которую нужно будет отнести документы, то вернемся обратно к описанию услуги подачи декларации. Находим пункт 3 «Определение реквититов и ПНС». Вводим код СИНН, в моем случае 3528. Нажимаем кнопку «Далее». Теперь перед нами и адреса, и график работы, и даже контактный телефон. Но не надо торопиться с походом в налоговую инспекцию. Если прочитали внимательное описание услуги, то там в пункте 6 указано, что требуется дождаться подтверждения о поступлении налоговой декларации в электронном виде в налоговый орган. У нас, кстати говоря, написано, что отправлена и пиктограмма желтая, а нам нужна зеленая. Этот самый статус будем контролировать в личном кабинете в разделе «Мои заявки». Остается ждать, когда поменяется статус, и можно идти в налоговую службу. Или не идти, а отправить письмо. Теперь адреса мы знаем. И еще в ближайшее мгновение узнаем об одном дне из жизни человека нам совершенно незнакомого. Внимание, следующая рубрика. Все знают о том, что интернет открывает на множество горизонтов. Появляется возможность общения с людьми из других стран, и просто с людьми, с которыми в жизни мы бы и не пересеклись. Но немаловажным остается тот факт, что мы можем и делиться с этими людьми не только своим негодованием, но и радостью. Daylife.ru – это оригинальный и интересный сайт, который предлагает любому желающему рассказать про один день из своей жизни. Будь то важное событие или просто обычный и ничем не примечательный день. Эти заметки могут послужить хорошим способом разрешения той или иной ситуации. Например, при выходе из дома на улицу вы вдруг понимаете, что по сравнению с другими людьми у вас достаточно много одежды. Не удивляйтесь, это день без штанов, который отмечается уже 12-й раз. Или если вы находитесь в Мексике, вполне возможен такой способ передвижения, как автостоп. Также на сайте иногда проводятся конкурсы на самые интересные рассказы, победители которых получают призы. Сайт очень прост навигацией и обладает приятным для глаза оформлением. Узнавайте, делитесь и верьте, что каждый день в вашей жизни будет таким же необыкновенным. Надеюсь, сегодня день и у нас вышел необыкновенным. Узнали вновь много полезного и важного. До встречи на следующей неделе в 19.10 на телеканале Провинция Рен.